всем привет с вами Дмитрий Гриценко и начиная с сегодняшнего дня я буду время от времени выпускать видеоролики под общей темой шахматы для начинающих то есть в этих видеороликах будут рассказываться достаточно простые и базовые вещи в шахматах которые скорее всего вы уже знаете если играете в шахматы например полгода и более но тем не менее для новичков это будет очень полезно ну и также для людей которые недавно начали изучать шахматы тоже будет как мне кажется довольно полезно повторить то что они возможно уже знают но тем не менее опять же таки не идеально знают ну и в сегодняшнем видео я хочу начать с такой достаточно простой и одной из опять же таки базовых тем в шахматах а именно мат ферзем и королем одинокому королю соперника и так давайте представим такую ситуацию что сейчас у нас конец партии ну и вот допустим я расставлю такую позицию где у белых есть король и например проходная пешка она стоит на поле ну допустим d7 у черных же есть только один король который находится допустим на поле ну допустим е3 данном случае приходе белых белые могут провести свою пешку до 7 ферзи то есть когда пешка доходит до последнего ряда она превращается в одну из четырех фигур соответственно это может быть либо ферзь либо ладья либо слон либо конь но почти всегда процентах наверно 95 если не более случаев конечно же пешка превращается в ферзя поскольку вес это самая сильная фигура и так данном случае получила стандартное окончание которое возникает очень часто в эндшпиле то есть ферзь и король соответственно у белых против короля у черных и вот здесь белым нужно поставить мат и давайте рассмотрим один из способов как можно ставить мат в данном случае белым и так сейчас ход черных быстрого как белые провели пешку ферзи и черные сыграли например король на поле f3 и в данном случае для того чтобы поставить мат нам нужно отъяснить короля соперника на одну из крайних линий то есть в данном случае это будет либо линия а либо линия аж также это возможно будет первый ряд и конечно же это может быть восьмой ряд то есть если мы не с ним короля соперника на крайний ряд то просто мы не сможем поставить мат даже теоретически именно поэтому наша задача как бы отрезать короля по крайнему ряду то есть отрезать это значит что сделать так чтобы он не смог выйти с и крайнего ряда ну что ж в данном случае я покажу тот способ который мне показал тренер еще в свое время в детстве и как мне кажется данный способ является оптимальным поскольку его довольно легко запомнить и легко применять будущем это способ когда мы отрезаем короля соперника чисто с помощью ферзя без участия короля и в данном случае давайте покажу как это делается в этой позиции один из самых сильных ходов за белых это ход ферзь d4 и в данном случае белым нужно сделать так чтобы ферзь стоял на расстоянии хода коня от короля соперника то есть если мы представим что сейчас на поле d4 стоит кони то как раз таки он нападает на поле f3 вот по такому маршруту соответственно и это получается что наш ферзь стоит на расстоянии хода коня от короля соперника и далее мы постоянно ходим на расстоянии как раз таки хода коня от соперника от короля соперника и оттесняем его таким образом к краю доски ну давайте посмотрим на примере чтобы было более понятно как это происходит допустим черный играют король на поле g2 и соответственно здесь у нас есть несколько ходов которые позволяют стать ферзем на расстоянии хода коня от короля соперника ну допустим это ход ферзи 3 и снова между королем соперника и нашим ферзем как раз таки ход коня то есть проще говоря русская буква g ну и далее опять же таки допустим король соперника идет еще дальше идет на поле f1 и здесь уже мы можем как бы отрезать короля то что я и говорил по одной из крайних линий в данном случае по первой линии опять же таки сделав ход после которого будет расстояние вход коня между ферзем и королем а именно ход fd2 в данном случае уже король соперника не может выйти за второй ряд поскольку второй ряд контролируется соответственно белым ферзем и когда мы отрезали короля соперника по крайнему ряду уже ходить ферзем не нужно то есть после хода король g1 уже соответственно ферзь выполнил свою задачу и нужно прийти королем к королю соперника в данном случае желательно стать королем своим напротив короля соперника что будет называться оппозицией то есть далее мы идем допустим король на поле g4 король черных идет например на поле f1 но в данном случае чтобы поставить мат есть разные ходы чтобы вернее подготовить мат начале это либо ход король f3 либо ход король g3 но оптимальным является именно положение когда короли стоят друг напротив друга то есть в данном случае короли стоят на одной линии между ними одно поле и это называется оппозиция в данном случае конечно же черные могут выйти из оппозиции и более того у них как раз таки здесь единственный ход это ход король g1 и в этой позиции белые могут поставить мат с помощью хода соответственно ферзь на поле g2 вот так вот довольно быстро всего лишь в семь ходов соответственно белые смогли поставить мат да черные могли играть скажем так более упорно но тем не менее результат партии конечно же остался бы неизменным то есть в данном случае когда у вас есть ферзь и король против короля соперника в любом случае при правильной игре вы ставите мат рано или поздно и теперь для закрепления данной темы для закрепления темы матования ферзем и королем короля соперника давайте рассмотрим примеры где максимально плохо стоят белые фигуры то есть король стоит в углу и ферзь также стоит на краю доски и соответственно король соперника стоит в центре то есть это самая лучшая ситуация для черных конечно же здесь все равно белый легко выигрывает но тем не менее данная задача все-таки занимает больше времени данном случае снова у нас все та же цель и так отогнать короля соперника на одну из четырех крайних линий то есть линия а линия h соответственно первый ряд либо восьмой ряд ну и в данном случае при ходе белых у них есть ход который как раз таки ставит ферзя расстояние хода коня от короля соперника это конечно же ход ферзь d6 и так белый играет ферзь d6 и вот здесь для черных конечно же самое лучшее это держаться как можно ближе к центру то есть к полям е4 d4 е5 и d5 но в данном случае здесь все эти поля контролируются белым ферзем поэтому приходится куда-то отступить допустим король идет на поле е3 данном случае мы опять же таки следуя принципам что ферзь должен стоять на расстоянии хода коня от короля соперника играем ферзь d5 но и черные здесь тоже могут сделать довольно хитрый ход а именно король f4 то есть сейчас основа такая ситуация где ферзь стоит на расстоянии хода коня от короля соперника но тем не менее сейчас ход белых и нужно придумать что же делать дальше вот в данном случае можно снова сделать ход который оставит ферзя на расстоянии хода коня от короля соперника и также немного оттеснит короля соперника в бок а именно ход f6 конечно же есть и другие ходы но мне кажется что намного проще играть именно так то есть каждый ходом ставится ферзем на расстоянии хода коня от короля соперника и рано или поздно мы отнесним короля соперника на крайнюю линию то есть допустим король соперника играет на поле f3 мы соответственно просто следуем за ним и играем ферзь e5. Допустим, король идет на поле g4. Мы идем, опять же таки, ферзь f6 по знакомому маршруту и снова немножечко отрезаем короля соперника от центра доски и приближаем его к краю доски. Допустим, король идет на поле g3. Мы, опять же таки, следуем за ним. Король f5. Король идет на поле g2. Мы идем на поле f4. Ну и вот здесь черные могут поставить белому определенную ловушку и сыграть король h1. Вот здесь очень важно запомнить, что если король соперника стоит в углу доски, то есть либо поле h1, либо поле a1, либо поле a8, либо поле h8, здесь нам ни в коем случае нельзя остановиться на поля соответственно g3 и f2. В данном случае, если король стоит на h1, если соответственно стоит на h8 на поля f7 и g6, если стоит на a8, тогда на поля c7 и b6, и соответственно при поле a1 ферзь не должен остановиться на поля b3 и c2, опять же таки я эти поля выделил другим цветом, то есть красным, чтобы вы видели, что на эти поля становиться нам нельзя, все дело в том, что если белые сыграют ферзем на поле, допустим, g3, либо на поле f2 при короле соперника на поле h1, то получается пад, пад это такая ситуация, когда соответственно ход черных в данном случае, либо же ход белых, ну то есть ход одной из сторон, и у этой стороны нет ни одного возможного хода, то есть король не может пойти ни на h2, ни на g1, ни на g2, все эти поля контролирует белый ферзь, но при этом опять же таки отличие пата от мата в том, что при мате в данной ситуации еще и стоит шах, здесь же шаха нет, поэтому здесь сразу же получается ничья, то есть пад это ничья, конечно же с лишним ферзем нам не выкатен пад, нам нужно выигрывать, именно поэтому здесь тоже нужно отрезать короля соперника по крайней линии, только не ходом ферзи 3, а другим ходом, допустим, есть такой ход как ферзи 4, и так ферзи 4 играют белые, и в данном случае у черных есть только один ход, это король h2, ну и опять же таки вспоминаем то же самое правило, что мы уже разбирали раньше, если король соперника как бы отрезан по одной из крайних линий, то есть в данном случае по линии h и уйти дальше с линии h он не может, нужно прийти королем белых максимально близко к черному королю, поэтому белый король начинает свое движение, король g7, король h1, опять же таки ферзи 3 играть плохо из-за пата, поэтому ферзь стоит на месте, и дальше идет белый король, постепенно подходит к черному королю, и в дальнейшем белые ставят мат, то есть пока просто белые приближаются, черные стоят как бы на месте, ну и в данном случае уже в этой позиции есть мат в один ход, это ход ферзи g2, но в данном случае давайте покажу как можно еще поставить мат, только не в один ход, а в два хода, это есть ход такой как король f2, ну и на единственный ход за черных, а именно король h2, есть не только мат на поле g2, который был и ходом ранее, но еще и так называемый линейный мат, ходом ферзи h4, либо же ходом ферзи h5, линейный мат это когда мы ставим мат соответственно по одной из линий, в данном случае по линии h, то есть ферзь ставит шаг по линии h и контролирует все поля на данной линии, ну а король белых стоит на поле f2 и не дает черным пойти вперед, то есть ни на g1, ни на g2, ни на g3 черный король пойти не может, и вот таким вот образом ставится мат в таких позициях. Ну что ж, надеюсь, что вам было понятно, как ставить мат ферзем и королем одинокому королю соперника, и для вас-то не будет соответственно какой-то проблемой, ну и также скажу для своих постоянных зрителей, у которых уровень гораздо выше, чем скажем так уровень моего данного видео, то есть уровень начинающих шахматистов, если вам, допустим, эта тема не интересна, если вы, конечно же, уже умеете ставить мат ферзем и королем королю соперника, то просто, скажем так, не смотрите данное видео, я время от времени буду выкладывать видеоролики для начинающих, поскольку все-таки я считаю, что в любом возрасте и, скажем так, на любом этапе жизненного пути можно учиться шахматам, поэтому, в общем-то, как раз таки мой канал и создан для тех людей, которые хотят научиться шахматам, вот, и если вам, допустим, это видео не интересно, то просто его не смотрите, и если, допустим, вы знаете знакомых, которым данное видео может быть интересно, то тоже у меня будет к вам просьба, конечно же, посоветуйте им данное видео и поддержите меня в таком вот начинании, потому что я все-таки хочу выкладывать ролики для шахматистов, которые только начинают изучать эту игру и надеюсь, что все-таки это интересно, полезно и вообще имеет какой-то смысл. Ну что ж, на этом тогда я сегодня заканчиваю, всем спасибо за внимание и до скорых встреч в новых видео.